Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Ситуация с водоснабжением в деревне Слобода. Администрация приняла под козырек, что у нас есть проблемы, и начала заключать с жителями договор на водоснабжение. Врачи ВРКБ спасли 37-летнюю пациентку с коронавирусной инфекцией. Ичение продолжается. Ожидаем благоприятный исход, исход заболеваний. В Историко-культурном центре прошел концерт «Я люблю свою землю». Не знаю счастья больше, молчишь быть одной судьбой. Начнем мы с печальной новости. На 1984 году ушел из жизни наш земляк, заслуженный работник культуры Российской Федерации и почетный гражданин Ленинского района Владимир Давидович Глейхман. Более 50 лет он руководил оркестром русских народных инструментов города Видное. За свою жизнь Владимир Глейхман создал ряд пособий и методик по обучению для средних и высших учебных заведений. Был талантливым педагогом и наставником для нескольких поколений музыкантов. Участники Видновского оркестра русских народных инструментов всегда отмечали особую семейную атмосферу, которую создавал Владимир Давидович. Под его руководством коллектив неоднократно становился лауреатом престижных конкурсов. Я очень люблю вот этот вид деятельности, само деятельность. Тебе никто не заставляет. Ты по своей душевному складу, по твоим талантам, которые в тебе заложены, вот находят выход музыки. Не обязательно он должен, участник самодеятельности, куда-то пойти профессионалом стать. Это совершенно не обязательно, потому что талантов у человека бывает много. Свой талант Владимир Глейхман подарил Видновскому краю и навсегда останется в памяти жителей муниципалитета. Наш телеканал выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Давидовича. К другим новостям. В апреле нынешнего года мы рассказывали о ситуации, сложившейся с водоснабжением нескольких домов деревни Слобода. Тогда из-за бездействия ЗАО совхоза имени Ленина подконтрольного Павлу Грудинину несколько десятков жителей остались без воды. Положение исправили сотрудники Видновского производственно-технического объединения городского хозяйства. Именно эта организация теперь и будет заниматься водоснабжением данной территории. Эти дома в деревне Слобода построены совхозом имени Ленина в середине 80-х для молодых специалистов. И хотя долгие годы жильцы исправно платили по счетам, как выяснилось, коммуникации и водоснабжения никогда не стояли на балансе ЗАО. Сейчас труба, которой больше 40 лет, находится не в лучшем состоянии, и чтобы не заниматься ее ремонтом, ее объявили бесхозной. Теперь муниципалам придется взять ее на баланс. Правда, водозаборный узел передавать в муниципальную собственность никто не спешит. Это очень-очень удобно. Что получилось? Получилось, что та труба, которая прохудилась, которая плохо себя чувствует, которая не нужна, за которую раньше совхоз имени Ленина собирал деньги, они ее, по сути, передают на баланс ПТО, потому что она, так было говорить, в плачевном состоянии находится. А то, что генерирует денежный поток, то, что приносит деньги, совхоз имени Ленина почему-то передавать не хочет. Напомним, в апреле нынешнего года несколько жителей деревни Слобода из-за аварии остались без воды. Они обратились в ЗАО совхоз имени Ленина, с которым у них договоры по водоснабжению, но там ликвидировать аварию отказались, не помогли и призывы лично к Павлу Грудинину. Мы для него никто, по факту. Да и сидите вы без воды, чтобы там все боли, кромые, косые, не помыться, ничего. Тогда к решению проблемы подключились депутаты и аварию удалось ликвидировать сотрудникам Видновского ПТО ГХ. В настоящий момент ЗАО совхоз имени Ленина уже официально отказалась от водоснабжения этих домов, а местные жители вздохнули с облегчением. Виктор Василенко переехал сюда чуть больше полугода назад. Апрельская история стала для новосела неприятным сюрпризом. Теперь он надеется, что без воды сидеть не придется. Когда мы звонили, пытались, нас ПТО отсылало Грудинину. Грудинин говорил, что не хочет ничего решать. Сейчас ПТО нас взяло под крышу. Администрация приняла под козырек, что у нас есть проблемы и начала заключать с жителями договор на водоснабжение от лица Видновского ПТО. Уже примерно половина жителей перешло под крылышко муниципалитета. Безусловно, хотелось бы, чтобы эта история была со счастливым концом. Но в отличие от трубы, водозаборный узел по-прежнему находится в собственности ЗАО «Совхоз имени Ленина». А зная крутой нрав Павла Грудинина, нельзя быть полностью уверенным в том, что, например, вода в скважине внезапно не закончится. Но будем верить в лучшее. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Врачи Видновской районной клинической больницы спасли 37-летнюю пациентку с коронавирусной инфекцией, осложненной двухсторонней пневмонией. Подробности в нашем сюжете. Как рассказал хирург ВРКБ Мохаммед Архани, жительница поселка «Совхоз имени Ленина», поступила в стационар в тяжелом состоянии. Ане Клиновой был поставлен диагноз «гидропневмоторекс». Это означает, что и воздух, и жительность полевральной полосы, которое привело к давлению легкого справа. Это насколько опасно пьянение? Это привело к дыхательной недостаточности. Поэтому мы в экстрем порядке выполнили дренированные полевральной полосы справа. И сейчас постоянно на аппарате, который удаляет эти жидкости и воздух. Как видите, аппарат сейчас, дренаж подключен к аппарату, где удаляется, как мы рассказывали, удаляется и жидкости, и воздух одновременно. И при этом пациент чувствует себя хорошо. Сатурация 95, без поворота. Анна работает бухгалтером и даже не предполагает, где могла заразиться коронавирусом. Соблюдала все меры предосторожности. В общественных местах всегда была в маске. Осложнения начались после выписки из больницы. Через несколько дней, проведенных дома, улучшения состояния не наблюдалось. Сделала котель. Котель показала, что у вас тотальное заполнение жидкости. А вы лежали здесь в каком отделе? Сделали сюда. И так вот снова вас приняли сюда? Да, меня сразу приняли, без скорой. Положили сюда. Сразу сделали прокол. Откачали 4,5 митра жидкости. 4,5 литра? Да. Вы почувствовали облегчение? Да, сразу стало легче, но, к сожалению, легкое не раскрывается. Лечение продолжается. Ожидаем благоприятный исход заболеваний. Благодаря слаженной командной работе врачей и правильно выбранной тактике лечения, состояние пациентки стабилизировалось. Сейчас Анна постепенно идет на поправку и задумывается о вакцинации. Ведь даже после такой тяжелой формы ковида антител может быть недостаточно, чтобы не заразиться вновь. Наталья Буслаева, Елена Кошелева, Видное ТВ. Тяжело в учении, легко в бою. По такому принципу проходят тренировки мотобольного клуба «Металлург». Сейчас, во время проведения чемпионата России, тренировочный процесс команды имеет свои особенности, которые способствуют лучшему результату игры на поле. О нюансах и секретах подготовки видновских спортсменов расскажет Юлия Пагасьян. Напряжение нарастает. Чемпионат России по мотоболу в самом разгаре. Тренировки все жестче. Видновский мотобольный клуб на поле стадиона «Металлург» выходит каждый день, дабы не терять форму и заряд энергии. На предыдущей игре видновчане выложились на все 100%, чтобы обыграть соперников из Краснодарского края. Результат – 10-1 в пользу «Металлурга». В каких-то моментах было легко, в каких-то сложных. Легко никогда не бывает. Всегда надо настраиваться на победу. И каждого соперника нужно уважать. Какой бы у них статус, не был бы. В соревновательный период тренировки команды разительно отличаются от тренировок периода подготовительного. Вне мотобольного сезона игроки больше времени проводят в залах. Сейчас же ребята акцент делают на пластике, внимательности и скорости. Мы сдаем по 10 нормативам в разных атлетических плаваниях, лыжах, нормативах. И как сдаются нормативы, кто как сдаёт, кто как подготовлен на этот сезон, то так и на поле, кстати, выглядит. Поэтому вот эта традиция наша, у нас уже сколько лет, ребята говорят, а зачем? Ну, она сказывается потом на результате в поле. Благодаря этой тренировочной тактике с каждым годом заметен прогресс физической подготовки игроков «Металлурга». Но это не единственный спортивный стимул для ребят. Тренировки выстроены так, чтобы поддерживать в них соревновательный дух. На поле вы одна команда, да, и за «Металлург» топите, а сейчас во время тренировки вот так вот каждый за свою команду очки считает и прочее. Вы говорят, почему? Как так происходит? Скорее всего, потому что из-за того, что проигрываем на тренировках, мы отжимаемся. То есть вот партию проиграли, мы 15-20 раз отжимаемся, наверное, из-за этого. Другой причины не вижу. Следующая игра у видновского клуба состоится 3 июля на стадионе «Металлург». В рамках чемпионата России ребятам предстоит встретиться с командой «Агрокомплекс» из Краснодарского края. По словам старшего тренера, соперник сильный, поэтому игра ожидается напряженная, но от этого еще более захватывающая для зрителей. Которых, кстати, из-за нестабильной эпидемиологической ситуации, скорее всего, на стадион не пустят. Юлия Погасян, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Вся сила любви к родине в песнях о ней, поэтому нам так близки произведения о нашей стране, ее полях, деревнях и городах. Композиции разных лет объединились в концерте «Я люблю свою землю», прошедшем в историко-культурном центре. Не знаю счастья больше вам, чем жить одной судьбой, грустить с тобой, земля моя, и праздновать с тобой. Многие годы композиторы посвящали песни своей любви к родине. В их композициях слились образы тополей и берез, русских деревень, широких полей и больших городов. Многие из песен прозвучали на сцене историко-культурного центра. Во время концерта «Я люблю свою землю». Радовали видновчан всего три артиста. Андрей Пекалов занимается вокалом последние 10 лет. Песни о родине занимают большую часть его репертуара. У нас много замечательных песен, посвященных России, нашей родине. И как раз все практически они написаны в 60-70-е годы. В этих песнях красота нашей страны, красота наших людей, душа нашего народа. Ведь новчанка Роза Золина прочитала произведения российских и советских поэтов. А вокалистка Видновского оркестра русских народных инструментов Александра Головина исполнила знаменитые песни о родной земле. Зал аплодировал и подпевал, воодушевленный каждой композицией. Зал аплодировал и подпевал, воодушевленный каждой композиции. В России наша земля, мы ее воспеваем, и мы должны с вами нести эти песни как можно дольше и дальше, чтобы дети наши и внуки любили, главное слышали и знали. На концерт пришло около 30 человек. Это и мамы с детьми, и люди старшего поколения. Праздник оправдал все ожидания. Кто-то успел пустить слезу под песню о России, а кто-то потанцевать под заводную калинку. Александр Столяров, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!